Социальные сети Социальные сети свергли порнографию, теперь они самое популярное времяпровождение в интернет. Одна из восьми супружеских пар в США встретились благодаря социальным сетям. Чтобы получить 50 миллионов пользователей, радио потребовалось 38 лет, телевидению – 13 лет, интернету – 4 года, айподу – 3 года. Фейсбук собрал более 200 миллионов пользователей менее чем за год. Количество скачиваний приложений для айпод достигло миллиарда за 9 месяцев. Перед нами не стоит выбор заниматься социальными сетями или нет, вопрос в том, как хорошо мы будем ими заниматься. Если бы Фейсбук был страной, он был бы на третьем месте за количеством населения. Но все же Кьюкью и Рен Рен правят Китаем. Департамент образования США обнародовал данные о том, что студенты, обучающиеся онлайн, превосходят студентов стационара. 80% компаний используют социальные сети для поиска кадров, из них 95% используют LinkedIn. Самый быстро растущий сегмент пользователей Фейсбука – это женщины в возрасте 55-65 лет. Количество последователей Уэштона Катчера и Бритни Спирс в Твиттере больше, чем население Швеции, Израиля, Швейцарии, Ирландии, Норвегии и Панамы. Половина всего интернет-трафика Великобритании приходится на Фейсбук. Подумайте, что это означает в плане негативных потребительских отзывов. Поколение игрок и Зет считает имейл пережитком прошлого. Некоторые университеты прекратили раздавать адреса электронной почты. Вместо этого сотрудникам выдаются электронные книги, айпады и смартфоны. Что происходит в Вегасе остается в Фейсбук, Твиттер, Рен Рен, Вконтакте, Фликкер и Ютуб. Ютуб – вторая по величине поисковая система в мире. Пока вы смотрите это видео, на Ютуб закачивают более 100 часов видео. Вики – гавайское слово, означающее «быстрый». В Википедии более 15 миллионов статей. Согласно исследованиям, статьи не менее точные, чем статьи в британской энциклопедии. Если бы вам заплатили по доллару за каждую статью в Википедии, вы бы заработали 1712 долларов в час. Сейчас существует более 200 миллионов блогов. Мир на словах. 25% результатов поисковых запросов по 20 самым крупным мировым брендам ведут на пользовательский контент. 34% блогеров размещают свои мнения о товарах и брендах. Вам нравится, что они говорят о вашей торговой марке? Вы лучший? Вы лучше? Людей больше беспокоит то, как товары и услуги оценивают окружение их социальных сетей, нежели то, как их оценивает Google. 78% потребителей доверяют рекомендациям своих социальных контактов в социальных сетях и только 14% доверяют рекламе. Лишь 18% телерекламы окупается. 90% людей пропускают рекламу. На Рождество продажи электронных книг у Kindle были выше продаж обычных книг. 24 из 25 крупнейших изданий испытали рекордное падение оборота. Ежедневно на Facebook происходят 60 миллионов изменений статуса. Мы больше не ищем новостей. Они сами нас находят. Мы больше не будем искать товары и услуги. Они нас найдут через социальные сети. Социальные сети не мимолетная прихоть. Это фундаментальный прорыв в том, как мы общаемся. Компании с успешным подходом к социальным сетям действуют скорее как Дейл Карнеги, чем как Мэдмен. Сначала слушают, потом продают. Возврат инвестиций в социальные сети будет и через 5 лет. Все еще думаете, что социальные сети это ненадолго? Добро пожаловать в мир социалномики. Вы готовы?